Итак, мы движемся больше на юг, в Литву. Я в Вильнюсе был уже много раз. Я знаю многих документалистов из этой страны. У вас есть проблема со структурой. В чем же она состоит? У вас нет такого фонда или центра документальных фильмов. Что же там происходит? И теперь он у них появился. И вот появился новый директор киноцентра, Роландос. Давайте расскажите нам, пожалуйста, о вашей работе. Поприветствуем Роландоса. Я постараюсь тоже говорить по-русски. И действительно сложно говорить после стольких презентаций интереснейших проектов со стороны государственного учреждения. Но я постараюсь быть, представляя наш центр, постараюсь быть поближе к теме этого форума и говорить немножко тоже. Не только несколько слов о самом центре, что это такое, но и представить место, как бы, документики в нашей деятельности, затронуть тоже вопрос о документике и телевидении. Несколько примеров дать по поводу кросс-медиа и что мы делаем в этом плане. И несколько идей о новых возможностях финансирования кино в Литве, тоже и документального. Так действительно, что это такое киноцентр Литвы? Так как мы находимся в контексте северного измерения, так все вы знаете, что такое институт кино в Стокгольме или в Тимгагене, так что, как уже упомянулось, мы куда-то всегда смотрим, то мы, создавая киноцентр, тоже смотрели в северные страны. И киноцентр Литвы создан по примеру, так сказать, конвенционального киноинститута. И когда нужно коротко сказать, чем мы занимаемся, действительно, это сложно, хотя мы еще очень молоды, мы как институция. Мы начали работать в конце прошлого года, и действительно имеем несколько десятков функций, которые помещаются как бы в нескольких словах. Это промоция литовского кино, это эдукация, это наследство, это инвестиции в киноиндустрию, и это финансирование. Я нарочно поставил на последнем месте финансирование, потому что мы понимаем это только как инструмент, а не как главную деятельность нашего центра, хотя, действительно, большая часть индустрии, как уже тоже упоминалось, говорят о том, а где лежат деньги, как они раздаются, и с каким проектом приходить. Действительно, если говорить еще немножко о наших функциях, то нужно было бы еще присоединить статистику про кино, регистр фильмов, индексация фильмов, обучение профессионалов и разные законодательные инициативы, так как мы являемся правительственной агентурой при Министерстве культуры. Бюджет всегда всех интересует. Бюджет нашего первого сезона, это больше, чем 2,5 миллиона евро, из которых 2,3 мы раздаем как гранты на развитие и производство кинофильмов. Сейчас, говоря уже ближе к теме о документальном кино, то в 2012 году, я знаю, как будет звучать эта цифра в России, в которой производится, я читал 500 документальных фильмов за год, так что, ну, в журнале так, как бы указано было, но действительно, мы в 2012 году имели 18 документальных фильмов, в 2013 году киноцентр листвы поддерживает развитие 4 документальных фильмов и 7 документальных фильмов находятся в производстве. Общий контекст финансирования можете сравнить. В общем плане мы имеем 25 проектов, которые находятся в производственной фазе, и 10 проектов, которые мы поддерживаем в начальной фазе. Действительно, литовская киноиндустрия, она довольно-таки сильна, и школа кино сильна в документике, и так как одно из стратегических направлений нашего киноцентра, это способствовать копродукции, то действительно документалисты, литовские документалисты, уже сейчас могут гордиться тем, что у них есть хорошие партнеры в разных странах, и много из упомянутых и документальных фильмов, они делаются с помощью и финансируем тоже из других стран, как копродукции. Например, сегодня мы можем говорить о успешных копродукциях между Литвой и Финляндией, между Литвой и Эстонией, Латвией, Германией, Францией и так далее. И действительно, так как мы являемся очень маленьким рынком, то действительно, если хотим работать над большими проектами, над большими темами, и иметь большую аудиторию, даже если проекты, они поменьше, все-таки копродукция – это единственный ответ, по-моему, и для этого нужно принимать все усилия со стороны таких агентур, которые являемся мы. Говоря о цивилизионной документике, могу привести один пример, что три года тому назад два министра решили создать специальную программу для исторического документального кино. Два министра, это, конечно, один из них был министром культуры, другой был министром просвещения, но инициатива была не только политической, они просто были хорошими друзьями, им было легче договориться. Почему я это упомянул? Потому что этот год уже последний год, как идет эта программа, и действительно, новый министр просвещения сказал, что мы уже свое сделали, и в этой программе участвовать не будем, потому что уже правительство поменялось, и два ведомства уже опять нужно как-то свести вместе. По этой программе мы имели один документальный фильм из шести частей о Чеславе Милоши, очень известная фигура, фильм показывался очень во многих фестивалях, и на телевидении тоже. Второй проект, разработанный в этой программе, тоже говорит о историческом прошлом, о семье Радивиллов, которая в Великом княжестве Литовском была очень знатная, и это имя как бы связывает многие страны в регионе. То, что мы хотим сейчас делать с этой программой, конечно, я говорил с нашим министром, что он поговорил с министром просвещения, но действительно, я думаю, что, как и во всех странах, межведомственное сотрудничество это очень тяжелая вещь, и мы думаем, что найдем решение в следующем, в октябре, и будем создавать свою инициативу, в которой хотим пригласить телевизионные каналы, национальные каналы, не только общественное телевидение, но и коммерческие каналы, и пригласим продюсеров давать заявки, уже имея партнера одного из телевизионных национальных каналов. Посмотрим, насколько это будет работать, но думаю, что, так как уже здесь говорилось, что телевидение остается на несколько еще лет одним из каналов распространения документального кино, то действительно, я думаю, что мы должны принимать меры, чтобы способствовать этому. Другой пример, который хотел бы я привести, о Трансмедиа, то одна из функций нашего киноцентра является информационная точка европейской программы медиа, и это специфическая функция, по которой мы не только распространяем информацию, но и имеем некоторые инициативы, то уже три года мы имели специальную конференцию, которая называется Cross Media Zen, такое специфическое название, и сейчас, когда эта программа стала частью нашего центра, мы работаем над этим тоже, и формат этой конференции состоит из двух тысяч частей. Мы приглашаем примерно в таком контексте, как здесь, спикеров из разных международных компаний, тоже из телевидения, арта, ZDF и других, эксперты, которые работают с Cross Media проектами, и представляем один день для аудитории, в которой собирается около 200 человек с разных секторов, что мы имеем цель, чтобы приходили люди из адвертайзинга, из разных компаний, тоже режиссеры, и люди, работающие в медиа, чтобы они слышали и дискутировали о самом новом, и потом, всегда, после этой конференции, мы имеем два дня специального семинара, участники которого уже отбираются экспертами, и, например, в этом году мы имели 10 отобранных международных проектов, и с ними эксперты два дня работали над контентом. Действительно, это конференция и проект с очень многими открытыми вопросами, потому что на многие из них, кстати, тот самый простой вопрос, что это такое Cross Media, и как оно будет развиваться, еще действительно мы не имеем конечной ответы, и на это нужно, но над этим нужно работать, и одна из таких форм мы предлагаем, как международную конференцию. Так что, те, которые имеют проект такого рода, мы будем тоже иметь четвертую уже конференцию, четвертый воркшоп в июне следующего года, и в феврале уже будем иметь информацию и о днях, когда это состоится, и о возможностях тоже присоединиться. Пожалуйста, приходите на сайт нашего центра, и там найдете всю информацию. Последняя вещь, которую я хотел бы сказать по теме этого форума, это финансирование документики. С первого взгляда, может, это будет и не напрямую связано, но все-таки то, что называется по-английски tax incentives, или специальные льготы для продукции кино, оно тоже, этот механизм будет действовать со следующего года. Почему я об этом упоминаю? Потому что сама модель, она направлена не только на приглашение больших продукций, что является реальностью во многих странах, но мы имеем экономический модель, когда самая маленькая минимум сумма, которая должна тратиться для производства в Литве, это 43 тысячи евро. Так что с экономической точки зрения это было сделано нарочно, для того, чтобы с этого тоже имели выгоду национальная продукция, потому что эта льгота тоже будет применяться и в национальную продукцию. И с другой стороны, любая полнометражная документика, я думаю, что она может быть объектом этого механизма. Так что действительно, те проекты, которые будут иметь не меньше, как я уже упомянул, 43 тысяч евро сумму в Литве, они могут снизить свои затраты на 20%. Так что это одна из практических вещей, которую мы как новый центр будем администрировать с 1 января. Конечно, то, что я упомянул, не является результатом того, что мы вот неполный год уже работаем, но я думаю, что ко многим инициативам мы тоже когда появились, как наконец-то появились, как институция, которая может аргументировать, которая может говорить от стороны киноиндустрии, кинохудожников, это очень важно. И в конце хочу помянуть просто три практических тоже примера, что мы имели в Литве с проектами, которые мы поддерживаем в контексте краудфандинга и кооперации с телевидением. В одних из случаях, что, например, у нас один молодой режиссер, который, употребляя краудфандинг, он практически сделал две трети своего первого фильма, это художественный фильм, и только на последнюю треть он обратился с помощью в государственный фонд. И действительно, это был один из аргументов, почему эта поддержка была ему дана, потому что действительно, молодой человек показал все усилия, чтобы убедить аудиторию в том, что он создает что-то интересное. Это действительно первый художественный фильм, это действительно не тот фильм, который поедет в Берлин или в Каны, но мы имеем продукт режиссера, который уже думает в контексте сегодняшнего дня, и он может продвинуть свою идею. С другой стороны, мы имеем тоже проект развития, по развитию художественного фильма, уже признанного продюсера, и, к сожалению, мы, как и любая другая институция, которая дает финансирование иногда или часто даем меньше денег, чем от нас просят. И, действительно, на развитии одного художественного фильма на социальную тему им недоставало около 10 тысяч евро, и этот проект после очень интенсивной кампании в Литве и в Дании, и в Дании, кстати, он собрал 10 тысяч евро, которые недоставали им для выполнения этого проекта. Так что, действительно, мы даже в неразвитых рынках можем найти примеры того, как использовать. Действительно, это не отходится к абсолютно всем проектам, но все-таки даже и в маленьких рынках, как я уже упомянул, можем этим пользоваться. Это все. Спасибо, Роландес. Большое спасибо, Роландес. Мы уже подходим к нашему часу, к которому мы посвятим дебатам, и если вопросы будут к вам, вы сможете ответить на них. Интересно, ваши примеры по применению краудфандинга может быть очень полезны для собравшихся. Спасибо.